В реалеи путешествия с ребенком Мы готовим для Дениса квест Ситуация, отстой Видел скелет змеи Все закончилось Господи, там кто-то полус или нет? Танзания равно опасность Кто-то пожирает нашу кровать Здравствуйте, скажи Блог начинается из туалета аэропорта Мы преодолели уже один самолет, скажи Да, один самолет Сейчас в Москве переодеваемся Ева уже на самом деле очень хочет спать Вот я бы тоже так сейчас не отказалась полежать Но надеюсь, мы уснем именно в самолете Ой, как красиво ты танцуешь Из Екатеринбурга до Москвы В самолете все время нас просили Быть в маске Только если ты ешь, ты имеешь право быть не в маске Поэтому есть такой лайфхак Есть всегда Едем кушать Нас не пускают в зону ожидания Говорят, торчите 2 часа здесь Куда мы летим? В Африку? Мы засели перекусить Точнее, не перекусить А плотненько так поесть Потому что очень голодная У меня теплый салат с фалафелем С хумусом У Еврисовая кашка Смотрите, это капсульные отели То есть чисто вот такая вот капсула на человека Ты можешь там спать А вон, собственно, как выглядит внутри Серьезно? Представляете, я как бы по приколу хотела показать вам эти капсульные отели Или капсульные номера, как они называются А в итоге мы здесь будем сейчас спать Денис приглашает Вообще, на самом деле, по плану у нас был поход в бизнес-зал Потому что у Дениса есть какая-то карта Тинькофф И там можно в бизнес-зал ходить всей семье Мы каждый раз туда ходим, когда летаем Но мы приехали из Екатеринбурга в Москву заранее Поэтому ночь сейчас долго Нужно нам ждать до регистрации Ева уже хочет спать Но хотя бы три часа мы сейчас прикорнем, наверное Ева диджей Все, пока Пока на ночи Ева, поцелуй папу Опа Закрылись мы с тобой Тук-тук Привет Рекально, блин, уже классное путешествие начинается Просто с какой-то кабинки Ева, хочешь спать? Ну-ка Делаем свет меньше Опа Спать Спать Но поспать у нас не получилось Минут 20 поворотились И решили все-таки оставить сон для перелета А это ни много ни мало Целых 9,5 часов Хорошо, что они пришлись на ночь Это, кстати, кадры из того самого бизнес-зала Очень порадовало Наличие детской комнаты Ева набегалась Напрыгалась И мы пошли на посадку Мы почистили зубы Сменили еще раз одежду Я сделала кусачку И мы готовы лететь Ева уснула, как только мы пристегнули ремни Кстати, кто не знал Детишек, которые путешествуют до двух лет Пристегивают специальным ремешком К ремешку родителя Билет для малыша не нужен Но и отдельное место, разумеется, ему не дают Поэтому позы для сна у нас были самые разные Мы пережили эту ночь Я говорю, прическа класс Мы прошли все Было непросто На самом деле, мы молодцы, что после самолета сразу побежали Идем, идем, Ева Сейчас папу подождем, он багаж получит Вот там вот Папа Огромная очередь в разные окошки Мы едем в отель Ну что, мы в Африке Интересный или не очень факт обо мне? Как бы я не устала после перелета Как бы мне не хотелось просто прыгнуть в бассейн и расслабиться Мне необходимо сперва разобрать все чемоданы Разложить вещи по полочкам и навести порядок У Дениса, как вы можете заметить, такой потребности нет Блин, какая же красота, девочки Просто картинка из рекламы Не знаю, картинка с обоев на телефоне Хотя у меня никогда не было такой картинки на телефоне, но все равно Вообще персонал и местные очень приветливые У них на все одна фраза хакуна матата Мы даже с Денисом задались вопросом А Тимон и Пумба тоже отсюда? Хакуна матата, Тимон и Пумба А вдруг они из Зиндибара? Единственное, что я точно знаю, что из Зиндибара Прямо на Зиндибаре родился Фредди Меркри Вот, это его родина И что сюда он возвращался вдохновляться В принципе, весь перелет сюда не такой уж и сложный, не такой уж и долгий Тут вот ребята есть из Бразилии У них было 4 перелета Один из которых 12 часов сюда Так что наши 9,5 Это вообще, мне кажется, просто цветочки Единственное, когда ты прилетаешь в Зиндибар Огромным таким самолетом Я буду ждать невероятно огромной очереди Я очень рада, что посмотрела Перед поездкой несколько блогов путешественников Те, кто ездил в Зиндибар И они сказали об этом Что прям вот только вы выходите с самолета Просто бегите Потому что все таким размеренным шагом идут, идут И потихоньку просто скапливается огромная толпа Мы так и сделали Мы просто вышли с самолета и рванули, побежали И в принципе мы все очень быстро прошли То есть все говорят в среднем это полтора часа Нужно стоять с ребенком в такую духоту после полета сложного Но вот эти впечатления от того, куда мы приехали Что я вижу, океан, море, природа Ты вот так вот У меня сейчас просто в Екатеринбурге Минус 38 Конечно, из-за этого усталость как рукой Сняло и все супер Хотя Денис и Ева вырубились Я их закрыла сеточкой такой И вот ушла к вам Это наш балкончик с улицы, собственно Можно сказать не балкон, а прям терраса И вот так она и выходит на море Точнее это океан Смотрите, какая красота Самое классное, что на экваторе очень рано светает Можно рано утром встать Здесь проснуться, выйти И ты уже видишь океан Объединяет все эти домики бассейн И такая барная зона Мы впервые, кстати, по системе все включено У меня это немного непривычно, если честно Что ты в любой момент времени можешь попросить смузи, фреш Тебе его сделают бесплатно Вот это двухэтажный домик Это то место, где проходят завтраки, обеды, ужины И вообще вся территория ну очень зеленая, очень цветочная Прям классная, мне очень понравилось, что есть где погулять Также очень порадовала одна зона Сейчас я вам покажу, вот она Порадовала меня и Еву Я так обожаю эти цветочки, вот эти сумасшедшие красивые Они как будто не настоящие, знаете Небольшая такая детская, но все равно приятно, что можно прокатиться с горки Качаться на качельке Маленький бассейн и там вот тот самый большой Ну и собственно все, вот киса идет Качаться на качельке Это для тебя? Да, это для меня Как? Ты не пиваешь алкоголь? Ты не пиваешь алкоголь? Какой возраст? 23 23? Ты выглядишь 18 18? Спасибо Потому что я не у меня сегодня не пиво О, реально? О, это хорошо Ты выглядишь красиво Как у нас матчатая? Спасибо Ты married? Да О, мой Бог Ха-ха-ха-ха Почему? Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Ева, еще расскажи Вместе будем спать Такое уютное гнездышко Мама Да И кто еще? Ляля Аляля Как зовут? Саша Нет Тебя как зовут? Как тебя зовут? Тата Как? К Как? Как? Сколько тебе годиков? Один Один А скоро тебе будет два Да Хочешь спать? Я тоже Я тоже Чу-чу-чу Доброе утро Мы сегодня разобрались, как здесь работают отливы и приливы Здесь замечательный свет Но сегодня мы утром проснулись и нет отлива Это значит, что можно с самого утра, пока солнышка дикого такого нет, пойти купаться Прямо проснулась буквально пять минут назад Ева уже сразу же опять сказала гулять и мы решили так и сделать Кремом Вообще не хочется здесь мазаться абсолютно Потому что я и так просыпаюсь с ощущением жирности на лице То есть как будто переувлажнение идет Поэтому не хочется ничего наносить, собственно все Побежали Может быть эту штуку взять под названием хрень, помните? Вода Вода Водичка, Ева, пойдем вместе Влог? Да Для русских людей? Нет На вас где-то волна Смотри, волна Вау Чего вы подлетели? Я вот такая, вау Вот уже потихоньку начинается отлив Вот еще здесь была вода нет Недавно Уже она ушла сюда А это кадры с другого дня Просто чтобы вы понимали, что такое настоящий отлив И вот появляются такие водоросли Самое интересное, что вчера мы наблюдали, как местные собирают их прямо мешками И Денис поинтересовался, вдруг это та самая ламинария дорогая, которую мы все едим в сушеном там виде или каким-то еще образом Ну или может быть это не она, но тоже какая-то полезная водоросля А вот рядышком последствия использования человеком пластика Подгузник в океане У меня папа собирает кораллы, Денис нашел беленький Привезем ему, если это легально, если это вообще разрешено Просто неожиданно Ева, как говорит лошадка? Иго-го Жамбо Один, два, четыре Один, два, четыре Здесь сыры, мясо Любимая станция с фруктами А в особенности с арбузом, ананасом и бананами Тут блины Были вафельки когда-то и франч-тоуст Это станция с яйцами Здесь онлайн делают всякие яичники Жамбо Орешки И хлебная станция Небольшой, но уютненький Растительного молока тут нет, только коровье Поэтому я очень рада, что взяла с собой Красительное молочко Я не удержалась, все-таки взяла кофеек Взяла черный обычный, добавила кокосовое молоко И получилось очень вкусненько Вообще, надо сказать, что это такая огромная разница Путешествовать с ребенком, которому 9 месяцев И с ребенком, которому год и 9 месяцев Конечно, в разном возрасте есть свои нюансы и плюшки Но второй вариант мне понравился больше Да, сейчас у Евы всего один дневной сон Это единственное время, которое ты можешь уделить себе Но зато и ребенок уже более самостоятельный У пирожка начался сон Мы с Денисом будем сейчас бегать по одному И просто наслаждаться этой горячей водой Потому что это даже теплая вода Горячая вода По вечерам у нас сложилась приятная традиция Смотреть Тимона и Пумбу Ну, где же как не в Африке, согласитесь? Знаете, расположение детской зоны, оно прямо по пути на завтрак Ну, и на обед, и на ужин Нужно закладывать время, чтобы еще на площадке залежаться Ева как маленький Маугли, у нее уже все ноги черные в земле На самом деле, очень классно босиком ходить именно с землей Соприкасаться с землей, с песком Мы так редко это делаем Но это настолько гармонизирует нас, вообще, человека Мы все время ходим в обуви, по асфальту Мы вышли прогуляться подальше от фляжа И на самом деле делать это особо нечего Реалии вот такие классные дороги У вас таких кроме климата ничего нет? Немножко напоминает Индию Вот такие капсины, например Но прогуляться стоит Вот таким вот интересным образом сушат одежду здесь, размещая на камнях Кстати, знаете, что я заметила? Что очень многие детские, почти все здесь кушают какие-то сладости Прям дикие такие, знаете Мне кажется, у нас даже такое уже не продается Чисто сахарные всякие чубики, желе, которые выдавливаются в рот И поэтому наверняка у них зубы такие Не знаю, пока что кто не улыбался, там прям печаль Смотрите, какие сувенирчики Из пробок Точнее, из крышек Крышек фанты Жирафики Фрукты-то подешевле, чем в Таиланде, да? Да Это местная школа Возможно, даже совмещенная с садиком Итак, мы зашли в местный супермаркет Тут самый большой считается, самый такой продвинутый Ой Чуть капали Тут же и одежда, и тут же продукты питания Мы хотим купить какие-нибудь орешки Что-нибудь такое на перекус И у меня, конечно, идея фикс найти растительное молоко, но это вряд ли 10 тысяч шиллингов за пачку кешью Это где-то 350 рублей Нормально, как у нас цены Возле Гельманджаро здесь как раз выращивают кофе Нашли такой подарочек Кофе бинз завернутый А эти кадры вам должны как бы подсказать Что наша с вами традиция Макияж из разных стран будет жить А вот местные вот в таких домиках все и живут Это немножко мы подальше еще отошли от всех рыночков Вот такая здесь обстановочка Привет, малыш! Ты хоть водичку пьешь До этого все дети пили меринду, которым еще года нет Торговаться здесь просто необходимо Это как часть культуры Они тебе одну цену, ты им пять раз ниже и сходитесь где-то посерединке Интересненький такой момент, что здесь вообще нет карантинных мер Никаких абсолютно Никто не носит маску, никто не просит надеть маску Никто не соблюдает дистанцию, разумеется Единственное, что надевают, просят надевать одноразовые перчатки Перед тем, как ты что-то ешь и что-то берешь со стола, со шведского Я не знаю, что это дает, но это единственная карантинная мера Я сейчас взяла ноутбук Денис сейчас с Евочкой, я немного поработаю Вот, собственно, все карантинные меры Вилки, ложки Вот в такой вот пленке И вот такие перчатки нужно надевать Набирать еду, все, потом садиться История о том, как мы хотели сдать свои вещи в прачечную Посмотрели на местные цены Типа платья за 5 долларов Денис говорит, что они у нас даже стоят дешевле И благополучно перехотели Но зато нам дали вот такой клювый пакет Специально для прачечной Спасибо, мы его используем Но не в нашем отеле А где-нибудь в другом месте Пришли мы на ужин Я заняла нам вот тот стол Будем все смотреть, что по еде Вообще очень-очень много всего подходит Рис с грибами Овощи Картофель Кускус с овощами Обалденно Кстати, море, точнее океан Ева так и не приняла за всю поездку На ручках кое-как заходила А сама не ногой Как вы думаете, куда собралась банда команды в красном? Место У нас сегодня день Святого Валентина Мы будем делать тематическое фото Это, наверное, у нас самое важное задание на день Неплохой такой туду-лист Я взяла с собой штатив Камеру Денис говорит, что я постоянно Его из зоны комфорта вытягиваю Потому что у нас сейчас Будет эта тематическая фотография В той зоне, где стоит такое сердечко В честь Дня Святого Валентина как раз И оно стоит как раз в том месте, где Всех проходит завтрак, обед и ужин То есть там сейчас все сидят И будут на нас смотреть Но мы, ребята, без комплексов Так что пойдем делать фото Вот это то самое сердечко Отличный свет Отличный фон Все для нас Все у нас фотографии сделаны Видео тоже снято А там что-то сжигают Денис говорит, какие-то грехи сжигают Но, по-моему, это лодка Просто они почему-то жгут лодку Немного хочу вам рассказать О питании Евы здесь В принципе, она ест все Со шведского стола Но я очень рада, что взяла с собой Вот такое немолоко И вот такие гречневые шарики Потому что в любой момент Можно намешать И это такой перекус Или нормальный даже прием пищи Ева очень любит Интересно, что этот самый Отстойный день Оправдал свое название С самого утра Ведь я записала Этот кусочек со звуком Но чудесным образом Он исказился Поэтому вы ничего не услышите Но если вкратце Я воодушевленно рассказывала О местной влажности воздуха Благодаря которой Мои волосы выглядели Как после салонного ухода А кожа пяточек Была почти такой же мягкой Как у Евы Ты ангелочек? Ты поехала на машинке? Реалии путешествия с ребенком Мы сейчас дошли до парковки Уже собрались выезжать И обнаружилось Что Ева сходила в туалет Молодец Умничка зайка Поэтому с Денисом Они сейчас пошли обратно И я сижу их в машине Жду Оба раза нужно проходить Мимо бассейна Что туда Что обратно И это немного усложняет ситуацию Потому что Еве хочется остаться там А мы сейчас собираемся уехать в город Но я думаю они справятся Это просто ответ на вопрос о том Как реально путешествовать с ребенком Я лично для себя что отметила Очень не хватает знаете Такого времени Когда ты просто тупишь Не идешь куда-то Не занимаешься активно чем-то Там не плаваешь Не бегаешь Не исследуешь Не ешь А ты просто восстанавливаешь свой ресурс То есть раньше Мы когда с Денисом например ездили вдвоем Или когда у нас была совсем маленькая Ева То есть буквально вот грудничок Она много спала Было это время на себя Просто даже на лежку на кровати На восполнение своей энергии А Ева такой энерджайзер сейчас Спит она один раз в день И в этот сон мы успеваем с Денисом что-то поделать Я там помонтировать Поснимать что-то Пообрабатывать Но в общем и целом я всегда понимаю Что я хочу вообще супер большую семью И как мы будем путешествовать Когда у нас будет трое например детей Там четверо или сколько-нибудь еще Я не знаю И в принципе сейчас все на лайте У нас значит вот такой список покупок Штаны белые Это мне Потому что я в поисках штанов для прогулки Для ходьбы Для йоги Такие белые свободные легкие штаны Подарки домой Будем смотреть какие-нибудь интересные штучки Мы собираем как вы помните птичку Мама у меня собирает кошечку из разных стран Тут есть кстати местный камень Танзинит И он такой типа как сапфир Даже дороже сапфира Зачем я в шляпе сижу в машине Непонятно Очки Еве и Денису Не знаю как Ева отреагирует на солнцезащитные очки Но реально надо У меня вот у единственной с собой они есть У Дениса нет Он потерял их или где-то оставил дома Не знаю И очень белый песок Отражается солнце от него И вообще тяжело смотреть на все Шлепки Денису Потому что один шлепок Благополучно Денис потерял в океане Оставив их на берегу Бусики Еве Мне очень здесь понравились деревянные всякие бусики И как они смотрятся Такие знаете маленькие такие И себе я кстати тоже может посмотрю какие-нибудь бусики Или местные украшения Такое слово бусики Бусики И два пункта из нашего списка Это то что происходит с нами каждый раз в путешествиях Это знаете какая-то деградация немножко Потому что я написала чипсы и шоколадку Я заметила что когда ты путешествуешь Когда ты вот выходишь из зоны комфорта Оказываешься в новой для себя постановке Тебе хочется себя больше чем-то радовать Привычным и мозгу давать Какие-то привычные сигналы Что типа все хорошо Мы дома условно говоря И этими сигналами иногда становится еда Более например вредная Или какая-то привычная с детства Вот почему например Макдональдс очень все начинают любить Особенно в путешествиях Потому что это такая вещь которая стандартизирована по качеству И ты просто хочешь почувствовать вот эту атмосферу дома Что типа здесь все забегаловки какие-то они чужие Да они могут быть вкусными классными интересными Но иногда хочется что-то свое родное И вот таким местом является например Макдональдс Для многих людей Потому что Макдональдс есть везде Что-то мне уже жарковато Тут левостороннее движение Руль справа 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 Молодец Ой ехали мы очень Водушевленные конечно Но уже в пути пошло что-то не так Движение на дорогах такое бешеное Фуры лихо гонят за 100 км в час И не притормаживают на поворотах Детское кресло нам не дали Ева кое-как поспала 20 минут на моих руках И проснулась не в духе Мы приехали Ну что запись через час Ситуация отстой Наша худшая идея наверное была поехать в этот Занзибар Таун Я даже не знаю рассказывать все что было Все что не было Просто неудачная поездочка Я бы сказала так Дико жарко Деньги снять неоткуда Все не работает Повсюду какая-то неразбериха Везде нам что-то втюхивают Еве жарко У нее началась потничка Мы купили чипсы и сидим в машине Папу ждем Потничка это раздражение на жару В итоге одним мельком мы посмотрели на дом Фредди Меркери Мне хватило спасибо Я уже хочу домой Ну не домой в смысле на Урал А просто к нам в отель На самом деле этот Стоунтаун Старинный город с кучей всего интересного Конечно же ни в чем не виноват У нас просто были большие ожидания А по факту мы даже не были готовы к такой духоте И все трое получили тепловой удар Очень много вопросов, кстати, поступает по поводу того, не боимся ли мы всяких мухцыцы, лихорадки И что здесь еще бывает Не знаю Все что люди вспоминают связанное с Африкой Плохое Обо всем спрашивают На самом деле Тём-тём Это муравьи Есть просто такие, знаете, вещи, как эмоциональная информация Это когда происходит какое-нибудь происшествие в Танзании Там, не знаю, какой-нибудь кусок пальмы убивает человека Еще хуже, если ребенка И эта информация, так как она очень эмоциональна Ею все делятся И такая она редкая Танзания Все, и сейчас сразу же Танзания равно опасность Там все умирают от куска пальмы Ну конечно же нет Это единственный случай И вероятность того, что произойдет такое с вами еще раз Это вообще один к миллиарду Поэтому мы немножечко так фильтруем информацию И реально взвешиваем риски Конечно, мы не поедем там на сафари на 7 дней Где вероятность того, что тебя укусит змея или муха ЦС очень высокая, да? Но вот в таких вот зонах абсолютно цивилизованных Которые сделаны для туристов Где все обрабатывают Где все даже чрезмерно, мне кажется Обо всем заботятся Здесь такая вероятность Ничтожно мала Но опять же я не призываю сейчас Всех сюда ехать Я просто говорю про наш личный опыт И про наше отношение к ситуации Где Боба? Нету Боба Все просто Решение проблемы Где Боба? Нету Боба Мы, Евочки, нашли няню В пять половиной лет Девочки Очень удобно Пойдем пятьсок Вот если бы у Евы была старшая сестренка Это выглядело бы так Сейчас Ева будет впервые в жизни есть мороженое Без проблем вообще просто подошла Очень доверчиво Ну как? Да Сама хочешь держать? Да Мороженое Да, это, кстати, игрушка Такая крутая игрушка Мы скинули скидку с двух тысяч рублей до трехсот пятьдесяти рублей Прикольный такой жираф, который катается Ева, как тебе очки? Я не знаю Не знаю Нравятся тебе очки? Си, брадес Гладно Ты становилась так? Гладно Как мы говорим Хочу с вами поделиться небольшим разочарованием Ну, не то что разочарованием, небольшой печалью То, что самое здесь, конечно, классное Куда можно съездить, что посмотреть А это сафари Это поплавать с дельфинами Потому что здесь есть такая классная экскурсия Когда ты прямо в метре от дельфинов Это не передать словами Они дикие, они вольные животные Они абсолютно чувствуют себя свободными И ты как бы среди них, среди всего океана Можешь с ними поплавать Вдруг тебе повезет И они могут тебя коснуться или даже прокатить Потом поездка к большим черепахам И все вот такое самое классное, природное Оно немножко не для поездки с детишками Ну, хотя бы не с такой малышкой, как у нас Ева Потому что там прямо так и пишут То, что лодка, например, может в ожидании минут 30 Качаться вот так вот на волнах А это очень тошнотное чувство Пока дельфины, например, тебя не окружат Пока ты до нужного места не доплывешь И это все вот такие вот мелочи, нюансы, которые взрослые понимают И мы потерпим, если что Мы, если что, это как бы перенесем Но ребенку, особенно вот, ну, малышке такой, как Кеве Пока что не объяснишь Ей вот без разницы, дельфин, не дельфин Ладно, если хотя бы еще 5 лет, там Ребенок уже понимает С Кевочкой, скорее всего, мы бы просто намучились ее успокаивать Ее там развлекать И сами бы не кайфанули Поэтому ни сафари, ни самые классные вот такие вот поездки к дельфинам, к черепахам У нас в этот раз не получается Но хотя бы солнышком и морем, точнее, океаном мы насладились А еще прямо сейчас сзади меня кто-то пожирает нашу кровать Мы с таким сталкивались уже на Гуа, когда были Это такое прекрасное чувство, когда ты спишь на кровати И ты слышишь, как кто-то чавкает, ну, типа, грызет твою кровать Это какие-то супер мини-мини-мини муравьи или клещи, которых ты даже никогда не увидишь Но под кроватью скапливается такая древесная стружка Это их продукт жизнедеятельности То есть то, что они сгрызли, то, что они поели Спасибо, Елочка, зайка Ну что, мы снова отправились в новую местность Хотя позавчера я еще говорила, что ни ногой С нашего острова, с нашего пляжа, с нашего отеля Но сегодня мы едем не в город душный и жаркий Мы едем на новый пляж И там, на самом деле, еще ничего нет Никакой инфраструктуры, но говорят, что очень-очень красиво И только мы, наверное, отъехали минут 15 Нас останавливают местные гаишники И нас оштрафовали на 10 тысяч шиллингов, представляете? Это, если что, 330 рублей русских За что? За превышение скорости Два километра или три километра в час превысили немножко Ну что, мы на месте Какими-то окольными путями Вот там вот мы прошли Каждую секунду я думала, что змея выползет Более такой месяц Сразу же нашел заведение на берегу Вот оно С самой высокой оценкой Мы сейчас вместе с вами подойдем к нему Такое, знаете, очень атмосферное, местное, видимо, заведение Там меню всего лишь одна страничка Всего лишь одно меню и три столика Но прикольно Пляж очень похож на Шри-Ланку Видите, какой широкий пляж Вот такие поездочки с ребенком В самый раз Недолго в машине, никаких шумных и душных городов Только ты и природа Не ради этого ли мы сюда вообще приехали? Две девочки встретились Из России, Лобер На первый этаж мы зашли, там никого нет Я даже не знаю, где у них кухня на самом деле С едой произошло небольшое разочарование Я уже, конечно, не вовремя снимаю Вот это, например, блюдо Сколько? 600-700 рублей, да? Что такое, да? Примерно Ну и по средним стандартам как-то не очень У меня были овощи с рисом Тоже за 500 рублей почти А вот обратно из этого места было идти жутковато, скажу я вам Кромешная тьма, слева-справа джунгли и ноль людей Нам просто приключений мало Мы до этого включили музыку и громко-громко под музыку еще шли Потому что так тоже можно отпугивать Еще надо топать Денис говорил, что здесь он видел скелет змеи О, Господи Сегодня я вам буду показывать итоги нашего шоппинга И первая вещь на Еве Ева, продемонстрируй твое платье Покажи В общем, это такая, знаете, классическая кофта на всех югах С капюшоном для деток Очень легкие, белые от солнца То есть они все закрывают, в то же время очень дышат Ну и не было с классической белой Мы взяли Хакуна Матата Сторговались с 1100 рублей до 300 Это здесь нормально Итак, у нас сейчас будет обзор покупок Купили мы не очень много, но мы старались выбирать из того, что есть самое адекватное Что-то нам, что-то в подарочек Вот это прикольная очень упаковка с зернами кофе Очень симпатичная Мне нужно попить хорошо Вот такая коллекция чаев Это мы все выбивали по скидке Например, говорят, они 30 тысяч шиллингов И мы, ну, примерно в 2,5 раза точно снижаем Включается актерская игра Но они говорят изначально суперзавышенную цену Конечно, еще вот эта штука нас очень выдает Потому что показывает, что мы живем в отеле Что мы не просто как бы, ну, типа, своими дикарями тут приехали А мы точно приехали, заплатили денег Что они у нас в кармане есть, скорее всего И называют там баснословные цены Ну, реально Белые штаны Такие они широкие Да, пойдем купаться Пойдем, девочка Чуть попозже Единственное печенье без сахара, которое я здесь нашла Это просто на перекусы с чаем Все наши запасы Печенька Какая радость Все наши запасы из дома Нормального печенья Каких-то еще продуктов Все закончилось Закончилось все за неделю Вот такие шортики В итоге они нам обошлись за 15 тысяч шиллингов Это 400 рублей Что это? Это тебе шортики Шортики Да Такие классные вот эти штуки На самом деле из подарков это далеко не единственное, что мы, конечно, купили Когда, помните, вот эта неудачная поездка была в Стоунтаун Денис Денис в итоге сбегал за 15-20 минут Он сказал, что без нас ходить намного быстрее И Спокойте Пять разных карандашей С тематикой острова Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Ой, какая красивая Поварежечки Поварежечки Это, скорее всего, в деревню А еще Еще одна пачка кофе Это Денис купил Ой-ой-ой Конечно же, мы не уехали без птички в нашу коллекцию Посмотрите, какая на этот раз птичка Просто огроменная Если учесть то, что остальные у нас все вот такие маленькие из разных стран То отсюда просто задзибарское птицыще Мама моя собирает кошечек из разных стран, из разных городов Поэтому маме вот такую кошечку И несколько пачек мыла Меня сестра любит мыло, мама Дениса очень любит мыло Осторожненько, девочка Собственно, пока что это все Но пока что У нас здесь еще пять дней Мы можем что-то накупить Пять дней Показалось четыре Или у нас четыре не осталось Смотрите-ка, тело не врет Показалось четыре Итак, у нас прямое включение с 22 февраля А это значит, что завтра 23-е Капитан Очевидность А это значит, что мы готовим для Дениса квест Ну, кто мы? Я и Ева, да? Только что я попросила одного из Африканцев Занзибарцев Одного молодого человека Из персонала Поучаствовать в моем квесте Потому что там будет задание Я надеюсь, что я нормально, адекватно объяснила Но вроде он все понял Что ему нужно будет сказать Когда Денис к нему подойдет Слово горка Это значит, что следующее задание именно там Топа-топа-топа-топа-топа-топа-топа-топа Собственно, целью всего испытания Испытаний, точнее всех Будет собрать пять вот таких цветочков Ну и потом Вместе с пятым он получает О, господи, там кто-то полз или нет? Мне кажется Показалось, да? Это была тень? Но не факт, не факт И вместе с пятым Денис получит свой подарок У нас уже, на самом деле, ночь. Пол одиннадцатого. Пирожки спят. Я заканчиваю всякие детали перед квестом. Сейчас вот эту штуку надо запихнуть вот сюда. Помаду я сто процентов не зря взяла с собой. В общем, 23 февраля у нас началось. Так что Ева спит до упада вообще. Уже почти 9 часов утра. Денис, конечно, давно проснулся. Я его отправила на шведский стол просто сидеть, ждать. Потому что начинать квест со спящей Евой как бы странненько немножко. Я уже шторы открыла. А этот пирожок все спит. Я даже при ней сейчас говорю. Достаточно громко. Доброе утро, киса. Привет. Сейчас папа придет скоро. У папы сегодня праздник. И так делаем вид, что ты только что проснулся. И что ты делаешь первым делом, когда проснулся? Заходи, заходи. Привычным образом. Доброе утро, Ваня. Ммм, даже пахнет. Сынерал нюхл. Нюхл? О, пахнет кремом каким. Автоплейс ходит. Сегодня тебе предстоит непростое задача. Так как 23 февраля это 2 плюс 3 равно 5. Значит тебе нужно найти 5 африканских цветочков. Начни со шкафа. А это читается? Да, конечно. Раз. Раз. Чисто. Вообще я тебе хочу упростить задачу. Не этот шкаф? Холодно. Не этот шкаф, что ли? Не в этом дело. Думай иначе. А где шкаф? Где сам шкаф? Вот он. И что же? Ты видишь? Ничего не вижу. Точно? Церковь размотрел. Прям перед собой, котик. Прям перед собой. Чего? Вот подошел, блин. А не знаю, я не знаю, я не знаю, что это такое, что это такое. На каком языке это может быть? Если мы находимся. Правильно! Ты думаешь, я умный шкаф? Конечно. А нужно сначала узнать, на каком языке говорят в Танзании. И я тебе скажу. Подсказка Сула. Откуда ты знаешь? Умный. Не правда. Сула. Ну, это один из официальных языков Танзании. Откуда ты знаешь-то? Я сначала вела танзанийский. Такого нет. Потом вела африканский. Корука. Блин. Перевод неправильный. Ящик. Ну, то же самое. Ну, да. Джефф. Эммануэль. Ноу. Джефф. Чё? Тут ты всё знаешь. Кто такой Эммануэль? Ну, это понятно. А чё, почему тут написано? Джефф, потом Эммануэль. Ну, потому что, если бы я просто написала Джефф, ты, может быть, не догадался, что значит Джефф. А тут я тебе Эммануэлем дала понять, что точно речь о персонале идёт. Ну, типа, кому тебе сейчас надо подойти? Ещё и подойти на кому? Джеффу. Я такая говорю. Джефф. Может быть, Эммануэль? Нет. Всё-таки Джефф. Типа, такого. Была подача такая. Тебе мне туда идти сейчас? Да, конечно. Джефф работает в баре. В баре-бассейне. Она сказала, что ты идёшь. О, вау. Ты хорошо? Да. Ты хорошо? Да. Окей. Горька. Горька? Да. Спасибо. 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 Спасибо большое. Горька. Либо здесь, либо там. Так, это Ремус. Ремус. Банкаба. С2, С2. Что такое С2? Это С. С? То есть, на два раза. Лана, Дель. Я понял, будет бассейн. Да. Это было чистым, так что, окей. Хорошо. Ещё одна листочка. Первый вопрос, Ева, подсказывай. Что ты лучше всего ешь на нашем индивидуальном столе? Шведском. Почему индивидуальном? Там арбуз, лапша, огурец. Огурец. Из чего сделаны мои бусики, купленные вчера на рынке? Камень там. Ну, не каменный, или... Ну, бисер там. Это бисер, да? Да. Ева тоже решает задачу. Так. Если сложить цифры и суммы наших с Евой купальников... У вас купальников, что ли? Смотри. Сложить сумму наших с ней купальников и ещё цифры из этого числа. То есть, подумай. То есть, это значит, что у нас точно в сумме двухзначное число. Потому что нужно сложить его цифры. То есть, например, 10 это 1.0? Да. И мы что-то едим? Наша первая покупка на Занзибаре. Вот это будет сложно. Я сама долго вспоминала, что это могло быть точно. Самое первое, что мы купили на деньги. Не важно, на шиллинге или на шиллинге. Просто самая первая покупка в Занзибаре у нас какая. Ева, там край. Как раз таки, да. А, ну это вот в магазине кто? Да, да. Какие орехи? Какие орехи? Кешью? Да. Купил таких у тебя ещё интеллектуальных кроссвордов не было. Да? Сложно, что ли? Что, она сейчас умнее с годами? Одно из новых слов... Вместе знаем. Не, вместе она говорила ещё тогда. Новое слово здесь и оно актуально именно здесь. Потому что у нас сейчас такого нет на Урале. Море? Нет. Море она говорила ещё в Сочи. Муха. Помнишь, что она сказала? Муха. Ты выпиши буквы, из них составь слово. Просто порядка нет у никого? Нет, конечно. Так было бы слишком легко. Я тебе сказала, что мой друг. Так вот, да? Да. Шесть всего? Да, очень легко. Более того, что мы уже здесь, блин. Потому что ты сам сюда пришёл. Как он? Да. Теперь тебе что-то нужно найти. Четвёртый или пятый? Это пятый. Ну всё, это личное. Ты не хотела? Нет. Пока. Пока. Всё, ты прочитал стих? Ой, так пиво. Она мухе говорит привет. Материально подаю. Чуть-то немножко. Я решила. Да, матри. Зелесть должен быть. Сертификация. Его не выдают. В общем, ты поедешь со своими друзьями. Праздновать 23 февраля в мужской компании. Кататься на горных лыжах, в баньке и в пейнтбол играть. Круто, 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 круто. Кладно, кладно, кладно. Но если не на горные лыжи, то что-то другое сам себе выберешь. Там можно выбирать. Скажи, Ева, муха. Муха. Ну что, наш последний день здесь. Мы вроде как уже и соскучились по баллам. Но знаете, как только представишь, что ты выходишь вот так вот из дома, вот в такой вот одежде и вот так вот за окном. Это потрясающе. Начнем этот день с йоги. До завтрака еще минут 20. Ева пока в песочке поиграет, а мы с вами позанимаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. У меня никак не доходили руки до массажа в Оксенбурге, поэтому пользуюсь случаем, что мы находимся на релаксе, я взяла здесь курс из пяти массажей. Смотрите по ценам. Один массаж, один сеанс стоит 70 долларов. Но если ты берешь курс из пяти, это 350 долларов. То оптом дешевле. В итоге курс стоит 150 долларов. Мы с Денисом, сами того не заметив, выделили себе кусочки времени в течение дня, когда мы только наедине. То есть у меня это массаж, когда я вообще не должна не смотреть, куда там идет Ева. Не думаю о том, чтобы что-то снять, что-то за кем-то надо следить. Просто чистое время для меня. И у Дениса это же самое время с утра, потому что он встает раньше нас и идет на шведский стол, берет нам кофе и проводит время в одиночестве. И в итоге у нас такие отрезочки времени для восстановления есть, потому что все-таки отдых с ребенком это, ну как бы отдых на 0,5 все равно. Потому что полностью расслабиться ты никогда не сможешь. Ну только когда ребенок спит. Поэтому, как мне кажется, важно выкраивать для себя вот такие вот отрезочки времени и восстанавливаться. А в самый последний день нашего пребывания мне написали ребята из России, которые в то время тоже были на Занзибаре. И предложили сделать красивую съемку с дрона на прощание с островом. Так что давайте закончим этот ленющий влог такими прекрасными кадрами. А еще чуть не забыла, приглашаю вас в свой инстаграм. Там мы на связи еще чаще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok